Ты максимально понимаешь этого человека, ты его чувствуешь, вам хорошо находиться просто рядом. Все больше с каждым днем открывается сердце, хочется делиться с этой любовью, с окружающими. Только сейчас, когда повышается вибрация на планете, уже стало возможным вот так много встреч в лицах пламен. Вы готовы полностью соединиться тогда, когда каждый пройдет какие-то свои личные кармические отработки. И потом каждая монада, она себя разделила на 12 частей. Всем добрый день еще раз. Рада всех приветствовать вас в нашем клубе духовности и саморазвития. Благодарю вас за то, что вы к нам пришли. И сегодня мы будем озвучивать тему, делиться опытом, делиться мнениями, разворачивать эту тему с целью постижения истинной, скажем, в этом направлении. Нас интересует тема «Близнецовое пламя». Близнецовое пламя. Кто они такие есть? Почему мы ищем свое Близнецовое пламя? Почему важно нам знать свое Близнецовое пламя, Близнецовую душу? А когда уже находим, как мы можем жить вместе и к чему вместе мы стремимся? Спикеры наши — это Эрос и Ксандрия. Прошу приветствовать. Да, привет всем. Привет всем, кто оффлайн. Да, приветствуем. И те, кто онлайн. Первый вопрос, наверное, самый такой интересный будет. Как мы поняли, что мы Близнецовое пламя на? Это сложный вопрос, потому что ответ кроется больше на уровне ощущения, потому что, когда ты понимаешь, что ты попал в дом, ты точно понимаешь, что ты попал именно в дом, а не куда-то в другое место. Это очень глубинное ощущение, когда ты понимаешь, что ты смотришь в глаза не просто человека, который тебе нравится, а ты смотришь в глаза целой вселенной, из которой ты пришел. Поэтому ты хочешь обратно войти туда и вновь слиться. Мы чуть позже расскажем про то, как мы встретились, потому что это тоже очень интересная история, такая мистическая. Ты хочешь давать что-то? Я хотела сказать, что когда мы только встретились, мы были как словно из разных вселенных. То есть я была больше полностью в материальности, рос был в духовности и как-то сразу сквозь все различия, которые, казалось бы, их безумно много, почувствовала действительно, что это что-то такое безумно необычное, моё, что дом. Это действительно то слово, которое первым пришло на ум, хотя непонятно было вообще, почему так. И мы просто последовали своим ощущениям, и вот теперь мы как бы здесь, сейчас и везде. Если говорить более таким понятным языком, то если очень сильно упростить, бринцовое пламена — это одно существо. Но это существо, которое когда-то было одним существом, и сейчас мы по сути тоже одно существо, но которое находится в двух разных телах. И многие наши друзья и знакомые, которые общаются с нами, они в таком странном состоянии находятся, потому что они могут задавать вопрос мне, отвечает Ксюша. Я могу молчать, о чём-то думать, Ксюша говорит и наоборот. Ну да, то есть у нас уже отношения дошли до уровня того, что есть телепатия почти постоянно, особенно с переездом сюда. На Бали всё активировалось, возросло просто треекратно ещё. И каждый день такое происходит, что я больше люблю разговаривать на самом деле. Когда я что-то говорю, Рос говорит, Боже, только об этом думал или наоборот. То есть какая-то идёт такая… Ну, в общем, тантра полностью идёт со всем, с мыслями. В принципе, чем же отличаются ещё близнецовые пламена? Тем, что они связаны абсолютно по всем энергоцентрам, по всем чакрам это чувствуется. То есть идеальное такое дополнение друг друга, усиление, и все чувства, эмоции, и вообще переживания. Это всё как бы X2 минимум идёт по ощущениям. Если интересно, можно сейчас очень вкратце рассказать о том, как происходит связь по чакрам, по энергоцентрам. Есть разные виды отношений, есть кармические отношения, есть родственные души, есть космические души. Ну, в принципе, очень много разных видов. Мы говорим только про такие самые частые, самые известные. И в зависимости от того, какой уровень отношений, от этого зависит то, по каким чакрам связаны люди. Потому что если это кармические отношения, очень часто бывает, что связь идёт на первых двух-трёх чакрах. То есть это… Ну, наверное, сейчас буду расписывать. Если говорить про первую чакру, то это самая базовая чакра. И по сути, если люди не связаны по этой чакре, то им просто сложно находиться вместе в этом мире физическом. Потому что эта чакра отвечает конкретно за нашу безопасность, за то, насколько мы находимся здесь и сейчас. И поэтому, если нет связи по этой чакре, то, ну, в принципе, дальше ни о чём говорить просто нельзя. Если говорить про вторую чакру, то вторая чакра, манипура, это уже конкретно сексуальная чакра. И именно у кармических отношений очень часто идёт фокус внимания на вторую чакру. И даже когда люди встречаются, когда встречают своего кармического партнёра, у них такое сначала… Вау, такая страсть идёт, такая какая-то пульсация по телу. И там есть как большие вспышки, когда просто прёт энергия. Потому что я тоже был в кармических отношениях, когда прёт энергия, и когда вы сильно очень ссоритесь. И вот по второй чакре у кармических отношений тоже может быть связь. По третьей чакре идёт связь тогда, когда вы оба проявлены в социуме, когда вы делаете что-то вместе, что находит какой-то резонанс у других людей. И дальше уже идёт связь по четвёртой чакре. Это уже больше связь у родственных душ. Потому что, в принципе, мы не считаем, что все должны находить своё бренцовое пламя. Потому что это не всегда простые и такие радужно-ванильные отношения. То есть тут очень много разных проработок будет. А не будут, потому что... Мы ещё поговорим об этом. И вот как раз по четвёртой чакре очень хорошо связаны родственные души. Вот говорят даже ещё, душа в душу, когда ты максимально понимаешь этого человека, ты его чувствуешь, вам хорошо находиться просто рядом. Тут тоже какой-то вот такой есть вид телепатии. Классно проводить время вместе. То есть это очень классное, я бы так сказал, идеальное отношение. И если вы встретили свою родственную душу, то это уже очень большой подарок, потому что это означает, что вы в какой-то степени, в достаточной степени, полюбили себя и приняли себя в свою мужскую и женскую часть. Дальше у нас идёт связь по пятой чакре, по вишутке. И, наверное, лучший пример того, как это проявляется, в том, что вам постоянно есть о чём говорить. Вам интересно, можно говорить часами, сутками. Это первая часть. И вторая часть, то, что пятая чакра отвечает также и за высшее творчество. То есть вы начинаете творить какие-то интересные общие проекты, что-то в потоке у вас идёт, что-то такое, что уже влияет на социум. И если мы… А, тут немножко не хватает. Вот я вот так нарисую. Если мы уже говорим дальше про шестую и седьмую чакру, ну пусть будет так, про шестую и седьмую чакру, то связь по этим чакрам есть преимущественно у бринцевых пламён. И это то, что отличает их от других видов отношений. Потому что, в принципе, только в последнее время, в последние 30-50 лет начали встречаться именно вот такие пары. Раньше это было для Вселенной опасно. Потому что если воплощался один человек, и он погружался в дуальность, то была большая вероятность того, что он туда уйдёт и пойдёт не своим путём. Поэтому другой сверху поддерживал его в виде знаков каких-то, в виде каких-то подсказок незримых. И только сейчас, когда повышается вибрация на планете, уже стало возможным вот так много встреч близнецовых пламён. Тут говорю, говорю. Если что-то хочешь вставлять. Ну, по сути, близнецовые пламена сейчас встречаются здесь для очень глобальной миссии, чтобы повышать уже максимально вибрации на планете, вести людей по пути безусловной любви. И вот я хотела ещё добавить, чем же отличаются ещё родственные отношения кармические и близнецовые пламена. Например, я уже сказала, что у нас очень всё троекратно усилено в эмоциональном плане. И особенно, когда какая-то, можно сказать, ссора, недопонимание происходит, то так как мы близнецовое пламя, у нас потом усиливается наоборот наше отношение, мы понимаем, что это была проработка, мы это отпускаем, мы становимся чище, чище с каждым таким разом. А если бы такие ссоры какие-то происходили в кармических отношениях, то всегда начинает какая-то стена возрастать между людьми. У меня были такие серьёзные кармические отношения до встречи с Росом, и это было очень жёстко, я бы сказала. Постоянно такая огромная стена, и ты понимаешь, что ты закрываешься, ты начинаешь узнавать вообще, какие-то негативные эмоции в тебе порождаются. А родственная душа, Рос сказал, что это идеальные отношения, но всё же не идеальность в том, что ты постоянно чувствуешь, что чего-то не хватает, такое какое-то вроде всё идеально, но постоянно присутствует ощущение фоновое, что это что-то не совсем может быть твоё, это тебя терзает изнутри. Но в принципе, опять же, это идеальные отношения в плане того, что это практически нет ссор, это дружба, это совместный проект, ну то есть классно. А «Близнецовое пламя» у меня, не знаю, девиз за последний год-полтора жизни это постоянная непрерывная трансформация, то есть нету даже такого, что ты можешь взять, как-то выдохнуть, передохнуть, и ты постоянно трансформируешься. И я уже научилась кайфовать от этого пути. Это путь к себе настоящему, это путь к самым чистым, высоким вибрациям, к безусловной любви. И всё больше с каждым днём открывается сердце, хочется делиться с этой любовью, с окружающими, хочется раскрывать вообще принципы сердца всех людей, потому что, по сути, всё и есть любовь. И очень классно это ощущать. Кстати, да, по поводу любви. Такая пришла мысль, что если бы на нашей планете было больше любви, если бы люди любили больше себя и других, то не было бы ни воин, ни один маньяк не становится маньяком, а просто так. Это происходит потому, что кто-то когда-то его обидел или недолюбил, или просто не хватает любви. И если бы этой любовью были наполнены все люди, то не было бы никаких недопониманий. И поэтому одна из наших целей — это помочь как можно большему количеству людей хотя бы узнать информацию о том, что есть такое понятие, как эволюция в отношениях, что можно встретить свою идеальную половинку, и это можно сделать в этой жизни. Потому что что у меня, что у Ксюши в какой-то момент было ощущение, что пусть будет так. Нормально, в принципе. Как-то так будем жить. И это самое страшное. Нормально — это самое страшное. потому что ты тогда просто уходишь в иллюзию, и ты понимаешь, что твоя жизнь не будет такой наполненной, как она могла бы быть, что те мечты, те какие-то фантазии, которые у тебя были в детстве. Допустим, у меня в детстве была всегда такая мечта, чтобы у меня был некий друг, тогда я хотел друга, который бы максимально понимал меня, и максимально мне было бы с ним интересно время проводить, ну, все делать. И эта память сохранилась до подросткового возраста, и когда я встречал разных девушек, я находил в них лишь некие такие, как фрагменты, вот той модели, про которую я когда-то мечтал. и я понимал, что, ну, наверное, дальше будет лучше, так оно и было, но в какой-то момент я понял, что, а может, все-таки не будет так, как я мечтал об этом. Вот у Ксюши была похожая ситуация, когда она была в последних отношениях, потому что я был в последних с родственной душой, она была с кармическим партнером, и вообще очень интересная история трансформации за последний год, потому что Ксюша, у нее была совершенно другая жизнь, она была программистом, она зарабатывала на крипто. Хочешь ты расскажи, наверное? Я так чуть-чуть тебя подвел к этому. Да, то есть получилось так, что я тогда совсем, ну, полтора года назад, да, мы встретились, я совершенно не знала какой-то прям такой духовности, я была полностью в материальном, я познавала совершенно разный опыт, ну, то есть материальный опыт, зарабатывала там на трейдинге, ну, то есть такое, земные очень были какие-то такие процессы у меня, и очень много земных качеств, на самом деле, наработала себе, ну, то есть по первым чакрам максимально жила, а встретив Росса, я поняла, что он где-то вообще там, ну, то есть мне не было близко это все, но настолько быстро все эти трансформации вошли в мою жизнь, фух, я как пробудилась просто в какой-то момент, и теперь вообще совершенно другим занимаюсь, я вообще познаю себя, раскрываю женственность, я полностью поменяла свой тип питания, что тоже помогает повышать вибрации, держать их на определенной частоте, я разрабатываю теперь всякие детекс-курсы, детекс не только питания, в принципе, сознания, опять же, цель прийти к безусловной любви, потому что только так можно творить, дарить себя, исцелять и так далее, идет полностью освобождение от всех негативных программ, блоков, это далеко не всегда легко, но это очень кайфово, на самом деле, ну, очень классно жить, наконец, по пути своего предназначения, и как-то очень легко, действительно, это вот так вот все влилось в мою жизнь, и получается, мои земные качества, которые я наработала, я как будто бы передала Россу, которых ему не хватало, а мне как раз не хватало каких-то его таких качеств, вот этой вот духовности, и получился идеальный баланс, гармония, ну, то есть ни с одним человеком в другом мире такого, я уверена, не было бы, потому что вот идеально, чего не хватало мне, чего не хватало ему, мы просто дополнили, мы постоянно усиливаем друг друга, но также и каждый из нас целостная личность, но просто когда мы вместе, опять же, все троекратно, все, и успех, и вообще, в принципе, все. Ребята, есть вопрос такой? — Подробнее расскажите, пожалуйста, и вот, Ксюш, ты говоришь, Эрис был духовностью уже, сколько ты был уже на этом пути, расскажи, пожалуйста, Ксюш, а ты расскажи, пожалуйста, сколько тебе понадобилось времени, чтобы понять, что такое, в принципе, духовность и вообще жизнь, его принять, и сразу ли ты приняла его таким, какой он есть? — Ну, вообще такое интересное понятие духовности и материальности, потому что я чувствую, что это, по сути, одно и то же. Но как можно сказать, что фломастер, он материальный или он духовный, это одно и то же. И поэтому просто я с детства я очень много всего чувствовал, и я почему-то постоянно думал о том, что можно было бы улучшить в этом мире, что почему тут люди ссорятся, почему какие-то злые, почему есть войны то-то. И когда я начал взрослеть, я начал находить те слова, которыми люди описывают то, что я чувствую. Это было много разных и ченнерингов, и разных очень глубоких книг. И потихоньку я просто начал понимать, что, наверное, я как-то должен повлиять на этот мир, чтобы чуть-чуть, может быть, своей любовью или своим каким-то полем повлиять на других людей, чтобы они раскрылись. Где-то 9 последних лет я усиленно занимаюсь саморазвитием, духовным ростом. И где-то 4 года последних я провожу сессии, консультации, тренинги, вебинары, то есть я работаю с людьми. Вообще я могу назвать себя многомерным целителем, потому что когда мы встречаемся с человеком, идет работа на всех уровнях. То есть, наверное, сейчас не буду об этом долго говорить. Я могу сказать, что я, в принципе, прошел все на своем пути, и трансерфинг, и рейки, и сухое голодание, и расстановка. То есть, в принципе, все, что есть в плане эзотерики, я на себе прошел, и я такой экспериментатор. И поэтому, возможно, поэтому у меня был больше фокус сборки на 5-6-7 чакре, и я чувствовал часто себя неким таким улетевшим. То есть, и поэтому мне не хватало земных энергий, и еще 9 лет назад, когда только сыроедение входило в моду, я тогда уже пробовал, я уже был полтора года на сыроедении, и тогда я просто максимально улетел, когда я шел по улице, я понимал, что такое было ощущение, что между моей ногой и асфальтом там 3 миллиметра какого-то воздуха я просто парил. И когда мне там говорили про какие-то проблемы, которые у людей есть, или что-то еще такое, я просто не понимал, а зачем вам это нужно? А тогда я подумал, нет, все, секундочку, надо остановиться, потому что сейчас просто полностью улетишь, и тебе будет невозможно общаться. Я начал тогда есть мясо, начал как-то осознанно вибрации занижать, и вы знаете, этот период очень долго продлился именно с питанием, и в какой-то момент я даже почувствовал, что как будто потерял такую как ядро, я как будто забыл, зачем в принципе я это все делал. И это очень страшно по поводу питания, что питание очень сильно влияет, потому что у нас с Ксюшей тоже такая история по поводу питания, интересная, что Ксюша была до этого, ну как и я, кстати, мы ели мясо, я по своим причинам, Ксюша по своим причинам, и когда встречаются два таких человека, ну не может такого быть, что у них не повысится уровень питания, и поэтому мы постепенно, раньше мы делали это рывками, сейчас делаем более постепенно, переходим на более чистое питание, и это тоже как неотъемлемая часть. Конечно, многие из вас мечтают о том, чтобы встретить эту идеальную половину, о которой когда-то они мечтали, может быть, вы даже уже разуверились в том, что можно такого человека встретить, но если вы сейчас смотрите на меня, то я вас убеждаю в том, что это все реально, и вы достойны того, чтобы встретить свою настоящую любовь. И на нашем предстоящем вебинаре мы вам очень хотим передать те ключи, которые мы раскрыли в себе, и которые помогают, которые помогли нам встретиться, потому что есть определенный алгоритм, и который помогает нам эволюционировать и трансформироваться в отношениях. И при этом пребывать в легкости, гармонии, в наполненном состоянии, поэтому если вы сам или в паре, неважно, приходите, мы скажем, как всегда, быть в ресурсе, наполненными, быть в гармонии, в первую очередь, самим собой, потому что все, на самом деле, начинается с себя. И очень многое мы прошли в своих отношениях, и много секретиков хотим им рассказать, поэтому очень ждем вас. Это не будет определенный вебинар со скучной теорией, здесь будет и много структуры, и здесь будет много личного опыта, поэтому если вы просто интересуетесь даже этой темой, вы зарядитесь, я вам обещаю. Ссылка в описании под видео. Всех ждем. Пока, друзья. Пока. Ты спросила меня, сразу ли Ксюша приняла то, что вот эта духовность была. Вот, наверное, ты и расскажи это. Да, для меня это было настолько необычным, и вот сделать чуть-чуть маленькое отступление. Мы познакомились на одной вечеринке, вообще случайно, при том, что я, ну, никуда не ходил, особо рос не ходил, и вообще он был в Таиланде до этого, и как-то магически его притянуло домой, в родные края, так сказать. И мы познакомились, я узнала, чем он занимается, хотя вообще не знала. Он сказал, я провожу там интегральное дыхание. Я вообще подобного не слышала, и как-то внутри резонанс почувствовала. И на следующий день я уже была у него на сессии, и после этого моя жизнь вообще трансформировалась. То есть ушли какие-то сразу такие блоки, я их продышала. В принципе, моя стихия — это воздух. Ну, и как-то, наверное, все, она так притянула в момент. Вот. И начались трансформации. Я поняла, что вот в моих кармических прошлых отношениях самая такая была проработка, у меня было непринятие себя тотальное. Из-за этого, ну, по сути, все проблемы, наверное, какие-то в моей жизни и происходили. и я поняла, что принятие — это же главное качество женской энергии. И как раз, учитывая, какой был рост необычный, особенно для меня, тогда на моем вообще уровне сознания, как это все воспринималось, и я поняла, что я хочу нырнуть вообще в эту глубину, хочу войти в этот мир. Я поняла, что мне интересно жить именно так, многогранно, просто развиваться многогранно. И случилось так, что я сразу начала принимать, принимать многое, то, что не принималось, у нас были какие-то такие вспышки очень сильно эмоциональные, и действительно, после каждой такой вспышки мы просто садились, все обсуждали, понимали так, что это сейчас у нас была за проработка, что вышло. То есть сразу сформировалась такая модель. Ну и плюс, как-то интересно, так в наших отношениях абсолютно никогда не возникало, какой-то ревности, каких-то таких вот эмоций, которые при кармических отношениях часто. То есть мы понимаем, что все, мы единое, целое, плюс знаки вокруг, мы сейчас будем рассказывать про это, про признаки того, что вы встретили именно близнецовое пламя. И так как я тоже по жизни такой исследователь, мне все всегда интересно, я начала свой путь таких с глубинных очень книг, то есть Рост даже мне боялся сначала давать такую литературу какую-то, потому что думала, что я не готова. Но я попросила нет, и все, я поняла, что это мое. Я отбросила как бы сразу большой такой пласт лишнего. Я поняла, что это какие-то блоки, что это неистинное мое, что мне это мешает, тянет вниз. Вот. Также, по сути, случилось, что я о сыроедении, даже раньше не знала. был даже такой смешной момент, что я очень раньше любила кушать сыр, называла себя сыроедом просто от того, что ем сыр. И получилось, да, наверное, я не знаю, карма или что какая-то, что просто в один день с обычного питания полностью перешла на сыроедение уже без сыра. Вот, да, такое тоже интересное. Вот, прошло разные чистки, все, действительно, такой тип питания, он, ну, так как я была в таких земных энергиях, именно, наверное, сыроедение мне помогло вот так вот поддерживать изначально этот высокий уровень вибраций, а потом, конечно же, хотелось, когда прям сильно улетать начала, как рос, уже тоже прочувствовала это все, ну, потом, действительно, понимаю, что едой можно занизить как-то вибрации, там чуть-чуть даже какой-то термообработан, но не суть, просто, это действительно такой способ или повысить, или занизить вибрации, то есть самый простой, через тело. Вот. Так, ты же скажи, что Ксюша за последние 8 месяцев год, она похудела на 20 килограмм. Ну, чуть-чуть меньше, хорошо. То есть, и это тоже, мне кажется, показатель того, насколько быстро вообще все меняется, когда ты в отношениях с БП. У меня тоже очень сильные изменения, ну, в принципе, вот последний год, наверное, это был самый такой мощный год в моей жизни, столько было всяких осознаний, трансформаций, и столько было, и столько вышло наружу того, что я раньше и не видел, что я не принимал в себе, что я не понимал. Так устроен такой механизм, то есть, это сделано специально, чтобы каждый из нас, когда в прошлых жизнях мы воплощались на этой планете, на других планетах, мы набрали какой-то определенный опыт. Наша высшая Яна сама программировала и решала, какой именно опыт нам нужно проходить, поэтому у нас был диаметрально противоположный опыт. Яна Земля воплощался не так много, Ксюша, наоборот, больше воплощалась, и последнее мое воплощение было очень-очень давно, поэтому именно из-за этого тоже объясняется то, что мне тут и все интересно до сих пор. Мне очень, я как такой маленький ребенок-исследователь, мне постоянно интересно, почему так, а почему так. Я вечно любил конструктором заниматься. В принципе, занимаюсь тем же сейчас, разбирая, собирая себя, других людей, Ксюшу, и Ксюша меня разбирает по частям. И программа «Высшего я» устроена так, что она специально подбирает определенный опыт, чтобы потом вы встретились, и вы друг друга высветили то, что каждый, может быть, даже и не знал, что есть в нем. Да, то есть действительно выходят такие очень сильные блоки именно из детства, по сути, которые тянулись. Я даже думала, что у меня этого нет. То есть на уровне сознания всегда работала психология, и просто интересовалась. А потом я поняла, что при встрече с Россом, что это просто идет что-то такое из глубины, и я просто приняла эти изменения, ну и все начало классно происходить. Я думаю, уже нам пора рассказать про признаки, да? Вопрос. Здесь у зрителей один вопрос, так как задело уже прошлые жизни, да? Сейчас зачитаю. Ну, начну с того, что вам говорят, вы классные, ребята. Спасибо. Вы классные. Скажите, пожалуйста, вы не пробовали каким-либо образом пройти в прошлые жизни и посмотреть, сколько воплощений вы вместе? Какие были предыдущие воплощения? И как вы находили друг друга в предыдущих воплощениях, если вы находили? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Честно говоря, прямо перед тем, как приехать сюда, я сегодня прошла очень интересную практику соединения полностью со своим таким многомерным существом, то есть общение с Высшим. Я такая долгая практика была, и я осознала себя, что мы из 11 измерения такое существо увидело себя и действительно прям почувствовала. У меня горела область третьего глаза, горела, ну вот здесь вот область на голове, прям нереально. То есть это знак, что очень высокие такие энергии проходили сквозь меня. И осознала, что вот там, вот по сути, ну это такая как бесформенная энергия, я могу принимать абсолютно любое тело, какое мне хочется, абсолютно всё. То есть и пришло такое чёткое ощущение, что вот кто мы здесь сейчас? Тоже одно существо, только настолько много каких-то способностей в каждом из нас раскрытых, нераскрытых, что просто если бы мы воплотились вот тем существом многомерным в одном теле здесь, то просто было бы очень сложно нести это всё в себе в одном. Поэтому мы идеально как бы вот между двумя телами распределили эти все свои способности, дары, которые мы раскрываем. Поэтому мы здесь вот в двух телах, но как бы мы единое целое, очень чётко это почувствовала. А насчёт регрессии тоже я и проходила. Вот РОС как раз специализируется на регрессивной терапии тоже, он мне провёл регрессию. Я увидела там наши такие и земные, и неземные, и параллельные воплощения. В общем, ты, наверное, лучше на эту тему. Да, расскажешь? Ксюша увидела свою одну жизнь на некой планете, где, я не знаю, какая это плотность, может быть, шестая, седьмая и выше, где есть автономные существа, которые полностью совмещают в себе женское и мужское. Ну вот, вот это планета. Вот я про это и хотел сказать тогда. А в других воплощениях каких? Я почувствовала, что мы были вместе в каких-то таких, например, амазонских жизнях. И сейчас здесь, оказавшись на Бали, я уже познакомилась с некоторыми людьми, прям такой пошёл резонанс, что вот такая духовная семья именно из тех воплощений. То есть прям такие, когда вот познакомились, мурашки по коже идут. Ну то есть это по-любому какая-то такая связь очень сильная. Ну, Египет там был. Да, потом были воплощения в Древнем Египте у нас тоже такие совместные, почувствовали какие-то как фараоны. Вот, и шаманские какие-то такие были воплощения, что тоже мы занимались какой-то магией, что-то такое, с мирами разными связь поддерживали. То есть было много воплощений очень совместных. Почему-то, когда я вот путешествовала, да, по своим прошлым параллельным жизням, я всегда чувствовала вот целостность с Росом, по сути, я не знаю, очень много где мы вместе, и сейчас параллельно мы вместе. И сейчас каждый день, когда я медитирую, я ощущаю себя вот параллельно в пятом измерении. То есть, по сути, мы здесь сейчас находим в такой, в третьей, четвертой мерности, как раз, чтобы свои физические тела тоже забрать с собой в пятую мерность. Я чувствую, как уже здесь духовная семья у нас собирается. И мы вместе отправимся уже путешествовать по высоким вибрациям в пятую мерность. Хорошо, мы тогда расскажем про 11 признаков того, что вы или скоро встретите Близнецовое пламя, или вы уже встретили. Я тут себе немножко записал, чтобы ничего не забыть. Первый признак очень простой. У вас раньше были какие-то сны или видения об этом человеке? Я говорю, как у меня было. Не знаю, может, у других по-другому. В некоторых очень глубоких практиках я как будто видел лик Ксюши, вот именно эти глаза, именно это ощущение от нее. И, наверное, тоже это был один из триггеров, когда я ее увидел. Ну вот что-то такое во мне проснулось, я понял, что вот, да, вот этот человек, это, скорее всего, он. Я секундочку дополню. Вот еще у нас такое происходит. Часто просто мы там обычными какими-то обыденными делами занимаемся. Я смотрю на Рос и вижу, как будто бы там свое лицо. Ну вот он также видит, как бы наоборот. И действительно смотрю, ого, вот даже сейчас посмотрела, как будто бы я себя вижу. Ну, то есть, по сути, у нас один энергетический слепок. И очень, как бы, ощущается, именно когда мы находимся постоянно вместе, энергии просто переплетаются максимально. И вот такие, даже, можно сказать, глюки происходят. Второй признак – это, опять же, что ты уже говорил, это ощущение дома. Вот это такое непередаваемое ощущение, когда ты понимаешь, что с этим человека, неважно, где ты находишься, в джунглях, в песке, не знаю, в какой-то хижине, тебе везде классно, у тебя везде дом. Даже у нас есть такое движение, вот называется. А, да. Дом. Третий признак – это, опять же, то, что этот партнер, он отражает ваши какие-то непроработки. Допустим, у меня была такая непроработка, я недостоин. Она вот так звучит, потому что в период, когда я был в животе мамы, была возможность того, что я могу не родиться. И поэтому именно тогда я сейчас вот это вот негативная программа зародилась, что ты недостоин того, чтобы здесь жить. И это на все влияет. Это влияет на… В общем, на все влияет. А у Ксиши, наоборот, это все очень прокачано. У нее очень прокачано сознание изобилия. И поэтому, когда она… Ну, особенно раньше, когда это со скрежетом все выходило из меня, потому что это непросто. Непросто принять то, что ты достоин всего. На самом деле. И она это все, конечно, отражала и помогала мне. То есть у нее это было прокачано, а у меня нет. Четвертый признак – это то, что вы почти постоянно ощущаете разные признаки, симптомы, если кому-то из вас плохо. Но, допустим, бывают моменты, когда мы можем как-то поссориться. И это, кстати, тоже одна из иллюзий, что БП не ссорится. То есть вообще не так. Они могут ссориться, но когда они ссорятся, они потом еще ближе, и потом отношения еще более чистые. А вот когда мы поссоримся, я уезжаю куда-то, и я чувствую, я чувствую так, как она себя ощущает. И это и хорошо, и плохо. На самом деле. Еще один признак такой. То есть я постоянно, даже раньше какое-то внимание числам старалась уделять, и постоянно мне навязывали какое-то число 7, 7. Я чувствую, как будто это что-то не мое. И вот признак еще, когда близнецовая половина встречается, начинают одинаковые числа видеть везде, то есть на часах. И я везде просто вокруг стала аномально видеть числа 11, единицы, единицы, и везде единицы. А по ангельской номерологии это означает число 1, 11, что ты идешь уже по пути в свое предназначение, что ты встретил свое близнецовое пламя. И по сей день, сколько мы уже вместе, я постоянно вижу 11, 11, номера машин, всего. И в принципе наши духовные имена, Ксантрия и Айрес, у нас числовой код 11 в каждых именах, а вместе Ксантрос, и получается Ксантрос, мы посчитали тоже, числовой код 111. Ну то есть, это вообще, кстати, мое духовное имя почувствовал Рос сразу, и оно так срезонировало. Вот ты напиши, наверное, да? Напиши, вот именно как наши имена приобретаются, чтобы стало сразу понятно, вот напиши. У нас даже, ну вот Ксантрия, Эр и Айрес, тоже Эр, у нас даже общий такой воздух, и по сути оба мы как бы стихии воздуха даже в себе несем. В общем, там по всем признакам идет, вы сразу начинаете понимать, то есть, если видите повторяющие еще числа, очень много, на единице, то это тоже один из таких признаков. Давай. Оно сейчас напишет. Оно просто как будто перетекает из одного в другого. Если написать Ксантрас на английском, то там будет дату же 111. Ну да, то есть, общая. Ты говорила про то, как я прочувствовала твое имя? Ты говорила про это, как я прочувствовала твое имя духовное, да? Нет? Просто, что ты в моменте взял, оно тебе просто пришло, и оно сразу срезонировало. То есть, я это вообще не знала. Многие люди как-то могут и годами не знать это имя, не чувствовать. Ты, наверное, скажи как-то свое имя, да? Наверное, это интересно. Это было обидно, потому что свое имя я на протяжении месяца вычленял как-то, получал его из разных источников. И когда я видел Ксюшу, я сказал просто «Ксантрия». и она такая «Ого, да, 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 Ксантрия». Вот. Чисто это тоже очень большая мощь. Да, еще один признак, кстати, довольно частый, что вы встретили ваше Блинство пламя именно тогда, когда вы в каких-то отношениях, это первый вариант, или тогда, когда это вот максимально неудобно. У нас было и то, и то, на самом деле. Потому что Ксюша только вышла из отношений своих кармических и была в очень таком состоянии подавленном. Я был в отношениях родственных. Все было хорошо, все было классно, но было ощущение того, что ну вот не хватает чего-то. И тогда было самое правильное решение, которое я принял, это просто поддаться этим чувствам. То есть я не знал, куда это переведет, правильно я делаю, неправильно вообще. Но в итоге оказалось все классно и правильно. Ну да, и получается на вторую нашу встречу, когда Рос еще был в своих родственных отношениях, там он решал вопросы. Я не хотела вроде рушить это все. И он не признается в любви. Я думаю, ой, это что-то какое-то, как ты еще рассказывал, полиамурию, там-то, да, что-то такое. Я испугалась, что это вообще же не мое, я такого не хочу. Но просто мы оба подались ощущениям, и все сложилось идеально. И та девушка, с которой вообще Рос был, раньше это его родственная душа, получается и моя родственная душа. Мы просто лучшие друзья, можно сказать. И очень такая связь идет. Вот. То есть действительно очень классно общие проекты делать. И как бы мои кармические отношения остались в прошлом, весь мой круг общения остался в прошлом. Ну, то есть все налицо, по сути. То есть вы общаетесь с девушкой Эроса и совместные проекты ведете? Да, да, потому что мы вышли из одной монады, и поэтому мы, когда общаемся вместе, мы чувствуем очень такую хорошую синхронизацию, и мы чувствуем, что очень сильно дополняем друг друга. Вот. Ну, может кто-то подумает, что-то не то. Прекрасно. Чего-то не того тут нет. Просто имеется в виду про то, что опять же, никакой ревности нету, и когда мы все вместе, то просто быстрее делать какие-то проекты общие. Вот. Здорово. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, есть у Вас какие-то объективные подтверждения и доказательства того, что Вы говорите, или все основано лишь на субъективном опыте? Это такая тема, что в принципе проверить и как это просчитать, это невозможно именно логически. То есть это невозможно. Но недавно еще было одно подтверждение. У нас есть очень хороший знакомый ясновидящий, который видит тоже все планы. Он также сказал, что мы блицовые пламена. Но это чувствуется. То есть тут, когда это есть, ты это ни с чем другим не спутаешь. Ты точно понимаешь, что да, это оно. Потому что во всех моих предыдущих отношениях 99,9,9% я был уверен, что все-таки да, я буду дальше. Но вот 0,1% он постоянно как будто мешал. Ты думал, ну все-таки может не то. Тут такого нету. Вот это вот такая четкая уверенность есть. Да, и плюс многие, кто с нами общаются, даже буквально раз встретились, несколько часов так прообщались или на вторую встречу многие говорят, что обычно мы пара и общаемся обычно с кем-то, когда одним человеком, то человек нам говорит потом, что стоп, у вас вообще двое. мы как-то дополняем сразу и речь друг друга, и что, то есть чувствуем вот так вот. Например, Рос может начать, говорить, я продолжить, и у человека, который с нами общается, нет ощущения, что он прям общается вот еще с какими-то двумя людьми. То есть часто нам это говорят действительно, ну, это очень чувствуется. там если есть вопросы, то я могу ответить или пойти дальше по признакам. Да, вот еще один признак, кстати, очень, да, но все-таки прошлой жизни, да, то есть нет никаких доказательств, чисто вот ощущение, что это правда, что эта концепция верна. Хорошо, а какие могут быть доказательства вообще, в принципе, если так просто представить, какие они вообще могут быть, вот как это можно просчитать. Я это, честно говоря, даже просто не представляю, как это можно сделать. Human Design, он описывает многие таланты, способности человека, но нет никакой системы, которая бы точно сказала, что там, или как-то бы находила из-за того, вопрос не в Human Design сейчас, а в прошлых жизнях конкретно. Мы видели в прошлой жизни, когда мы были вместе, если про это, мы видели эти воплощения, мы чувствуем эту связь. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, через какую практику вы видели в прошлой жизни? Или если кто-то из вас видящий, то как вы это чувствовали, как вы это видели? Я вижу, чувствую эфирное поле, и иногда после таких глубоких медитаций я смотрю на лицо Ксюши, я вижу, что оно меняется. Я как будто вижу, я вот иногда даже видел ее каким-то таким старцем, иногда я видел вообще другое лицо, такое амазонское какое-то, такое вот совсем другое. Также Эна, после таких глубоких медитаций, ты как будто немножко в другом состоянии, расширенном, и ты это все видишь, чувствуешь. Есть специальная практика для этого регрессия в прошлой жизни. Это одна из таких самых интересных практик, которые и я проходил, которые я провожу. Она очень глубокая, там только одно погружение длится один час, то есть чтобы войти полностью в это состояние. Это делается с помощью или гипнототрадиционного, или эриксоновского, который не подавляет волю, а который очень плавно, спокойно погружает тебя в вот это состояние, в котором ты выходишь на связь со своим Высшим Я, и через Высшее Я оно тебе уже показывает картинки разные. У всех людей это по-разному. Кто-то видит картинки, визуальные образы, кто-то видит, кто больше чувствует, кто больше звуки слышит, или все сразу, то есть как мысли пакетом приходят. Это практика уже для тех, кто умеет хорошо медитировать, кто умеет быть в таком пограничном состоянии между бодрствованием и сном, потому что в ней очень легко в принципе заснуть. Просто и все. Ну и то, что я говорила вот сегодня, прямо перед тем, как приехать сюда на встречу, я такую глубокую практику прошла, и то многомерное существо, которым я себя ощутила, я потом только вспомнила, но и Рос сказал, что он раньше тоже себя именно этим ощущал, то есть без формы, что ты можешь абсолютно любым стать, кем хочешь. И в принципе, в общем, я почувствовала себя тоже этим же именно первоначальным, кем мы являемся. Это какая-то вообще одиннадцатая мерность, опять же, везде единицы. Ну прям очень четкие ощущения, и я уже поняла, вот раньше в жизни у меня такого не было, когда что-то прям мое, у меня мурашки прям идут, и сегодня прям, ну очень аж прям, не знаю, кожу прокалывали. Это тоже может быть как признак такой, когда постоянно мурашки, то ты идешь тоже по пути своего предназначения. Ты расскажи, кстати, вот почему мурашки идут. А, да, по поводу мурашек, это очень такой интересный признак, симптом, все чаще и чаще они появляются, что у меня, что у Ксюши, вообще по сути волосы наши, это же как антенны, и поэтому, когда что-то интересное происходит вокруг нас, то, что нам близко, то волосы, они как будто реагируют, так, что-что, секундочку, и вот больше становятся, то есть они начинают больше принимать информацию, которая вокруг тебя, поэтому и мурашки возникают. Вот, это, кстати, показатель того, ты когда говоришь что-то, и если у тебя есть мурашки, то, да, оно с тобой резонирует, или какую-то книгу читаешь, такое часто бывает. И последний признак, кстати, вот сейчас быстро скажу, ты понимаешь, что все твои предыдущие отношения тебя готовили именно к этим отношениям, вот, что какие-то непроработки, какие-то негативные качества, которые ты проработал раньше, это специально для того, чтобы ты уже встретился в прокачанном состоянии с этим человеком, потому что многие не выдерживают, когда они встречаются, ну, тогда как, да, раньше времени, когда они встречаются раньше времени, тогда происходит, ну, просто взрыв, и даже может быть такое, что они потом расходятся на время, и потом заново сходятся, потому что он просто не выдерживает. Вот вопрос и был у зрителей наших по поводу отношений, которые не сложились, то есть каким-то образом, видимо, они тоже определили, что являются близнецовым пламенем, и один из партнеров решил остаться в социальности, скажем так, в низких вибрациях, видимо. Вот это проработка или как ты можешь на этот вопрос, это даже не вопрос, а на эту ситуацию, посмотрев со стороны, что ты можешь сказать? То есть близнецовые пламя, они сразу ли могут срезонировать и быть вместе, если они расходятся, то потом они притягиваются или нет? И что происходит, когда они находятся на разных уровнях сознания? Если это действительно ваш партнер близнецовый, то вы по-любому притянетесь, потому что вы сюда притянулись к свое время и пространство, вы именно на этой земле оказались почему-то именно в это время. То есть там настолько мощная магнитная связь между этими душами, что не притянуться, ну это просто невозможно. Значит, просто такой сейчас период, когда каждому из вас нужно чуть-чуть времени, чтобы завершить какие-то свои процессы и прокачаться, и потом вы все равно встретитесь. Потому что вы можете быть даже год, два, пять в других отношениях, но вы все равно будете понимать, что это временно все. И вот где-то вот там вот ждет вас тот или та настоящая или настоящий. То есть, по сути, вы готовы будете полностью соединиться тогда, когда каждый пройдет какие-то свои личные кармические отработки, чтобы вынести. Потому что, когда вы встречаетесь вместе, работа же не заканчивается над собой, это и есть как бы путь. Но невозможно же, если бы мы прям были чистыми, прям вообще без программ, то мы бы уже были не здесь, логично. Поэтому все равно будет. Но когда это сильно большой груз какой-то, каких-то своих прям какой-то личной кармы, то тогда да, сначала, ну если не вовремя прям, можно сказать, встретились, то просто каждый идет сначала по своему чуть-чуть пути, потом пути сходятся. Но вообще, на самом деле, я считаю, что это выбор, как бы если вы уже соединитесь, то вы и будете исполнять свою какую-то глобальную миссию. Потому что, как мы говорили, близнецовые пламена, они не воплощаются вот просто так, бесцельно. Это всегда какая-то глобальная миссия. Ну и если вы просто будете не готовы, просто, не знаю, можно, в принципе, наверное, прожить всю жизнь, зная, что есть этот человек. Но я думаю, что будет вообще неспокойно, то есть, ну, каждый по отдельности так себя не сможет реализовать, и это совершенно будет не то. То есть, ну опять же, это выбор каждого, как прожить эту жизнь, можно и порознь. Но вы будете знать, что вы как бы есть, и ваша миссия есть. Хорошо. Мне кажется, что было бы более информативно, если бы я какую-то схему нарисовал вообще от того, что такое кромические отношения, родственные, близнецовые, чтобы было чуть более понятно, как это происходит. Все, конечно, будет очень условно, потому что это все очень тонкие материи. В общем, скажем так, это источник, и когда-то, очень давно, он решил себя разделить на много разных частей, чтобы познать то, кем он является. И он себя разделил на некие монады. Их очень-очень-очень-очень много. И потом каждая монада, она себя разделила на 12 частей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. И эти части, это как раз и есть высшее я. Обычно высшее я, но не всегда, курируют 12 душ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. Очень условно сделать, чтобы было быстрее. И вот Близнецовые пламена — это как раз вот эти вот души, которые вышли из одной монады, то есть когда-то они были одним существом, потом они себя разделили, и потом опять вот они сошлись здесь. Причем каждый из пламен, они могли быть и в мужской парализации, и в женской, допустим, 55% времени могли воплощаться в мужских воплощениях, в 45% — женских, и наоборот, или вообще там другие искажения могут быть. Кстати, даже есть такое, что встречается в нашем времени пламена одного пола, но это, конечно, сложно очень, когда ты понимаешь, что у тебя пламя одного пола, и тут, честно говоря, я даже не знаю, как прокомментировать и как это помочь. Но это, наверное, для того, чтобы этот мир познал, насколько все-таки любовь, она безгранична, может быть, и насколько вообще нужно людям от шаблонов избавляться. А вот эти вот души, которые находятся в одной монаде, это и есть родственные души. То есть получается вот это вот все… Сейчас, вот так вот. Вот здесь вот 144 души. И поэтому у каждого из вас есть 143 ваших духовных друга, так сказать. Вот мы здесь на Варе встречаем очень много людей, которые из нашей монады, и это очень сильно чувствуется. Моя девушка прошлая, которая была моей родственной душой, она, получается, тоже где-то вот отсюда вот. А кармические отношения, они могут быть совсем из других областей. То есть и вообще, что такое кармические отношения, и почему так названо? Потому что в какой-то из жизни вы сильно накуролесили, там, допустим, кто-то кого-то убил, или кто-то кого-то сжег, или еще что-то такое. И в этой жизни теперь вы просто притягиваетесь этой мощной энергией, чтобы заново это все гармонизировать. Я помню, у меня был такой опыт, когда я был в отношениях с девушкой, и как-то, ну, так все сложно было. Сначала все хорошо, но потом так все сложно, просто невероятно. Потом я погрузился в регрессию, и увидел интересную картину, что, оказывается, раньше эта девушка была тоже мужчиной, и мы вместе с ней боролись за другую прекрасную девушку. И эта девушка досталась не мне, а моей девушке, которая когда-то была мужчиной, поэтому я сильно разозлился и сжег всю деревню вместе с ними. Все понятно, почему мы встретились. Мы встретились для того, чтобы я каким-то образом в этой жизни дал ей ту часть энергии, которую у нее забрал. И поэтому кармические отношения не всегда сложные, очень сложные, и в этих отношениях можно прожить неделю, а можно прожить целую жизнь, в принципе, как многие наши, или, может быть, немногие родители. То есть они же… вот так раньше было принято, что там секса нет до свадьбы, и поэтому, когда это все случалось, ну, приходилось жениться, и приходилось потом вот все проживать, и поэтому многие ссорятся, и поэтому у нас очень много разных программ от родителей. Кстати, вот узнал такую информацию, что если в отношениях, в принципе, есть какие-то ссоры, то 90% — это из-за того, что это влияет род, то есть родовые программы от наших родителей, от наших бабушек или еще вот там вот дальше. И поэтому, если вы сильно ссоритесь, если понимаете, что надо все равно быть вместе, то поработайте с родом, и поработайте с программами, которые вы отслеживаете у папы, у мамы, примите их, полюбите, может быть, поговорите с родителями, разберитесь, почему так происходило, и если вы поможете им исцелиться, то автоматически вы и сами исцелитесь. Может, какие-то еще вопросы есть, потому что мы еще можем долго говорить. Есть вопрос. Да, расскажите, пожалуйста, какая практическая ценность у концепции близнецовых пламен, ну вот в плане «я живу», да, обычной жизнью я об этом не думаю, у меня нет в голове вот этих вот образов, схем, картинок, и моя жизнь нормально живется. В том числе и с другой стороны, если я узнал вот это, что конкретно в моей жизни тут же поменяется, и как это приведет меня к улучшению моей жизни. Начну со второго вопроса, потому что поменяется абсолютно все. То есть, когда вы встречаетесь с этим человеком, может абсолютно все измениться, потому что вы можете… Подожди, вопрос не про встречу, а про схему, да, вот конкретно вот эта схема, которая сейчас уже час передается, да, что мне с ней делать? Нужно просто понимать, что если у вас нет желания встретить этого человека, то значит он вам не нужен. Если у вас четко есть тяга, значит тогда у вас есть вместе с этим человеком какая-то большая миссия, для которой вы сюда воплотились. Если вам эта тема, ну, в принципе, неинтересна, и вас туда не тянет, ну, значит, просто оно вам не надо, и все. Может быть, у вас близнец ваш не воплощен, может быть, он на тонком плане, или может быть, вас пока еще только готовят к тому, чтобы позже встретиться. Понимаешь, в чем дело? Допустим, если я изучил эту информацию, да, и, ну, вот, я захотел, да, встретить свое близнецовое пламя, ну, вот я хочу, хочу, я трачу на это силы, энергию, внимание, но ничего не меняется, ничего не происходит, и у меня при этом нету никакой информации о том, воплотилась ли она или не воплотилась, вообще что это, существует она или это лишь концепция, иллюзия моего ума, в которую я воображаю, вкладываю энергию, и трачу на это время и силы, да, как бы, ну, где истина? Я понял. Самый лучший и быстрый способ, в принципе, встретить классные отношения или принцовое пламя, это постоянно работать над собой, потому что когда мы принимаем в себе нашу и мужскую, и женскую энергию, тогда мы становимся целостными, и мы притягиваем такого же человека, и поэтому, если у нас есть какие-то непроработки, то мы постоянно встречаем тех людей, которые нам их отражают, и, ну, по сути, нас готовят постоянно, вот, поэтому самый быстрый способ – это просто очищение от ненужных программ, это повышение вибрации, и таким образом у тебя повышается, в принципе, энергетика, твое поле растет, и поэтому есть большая вероятность, и с большей скоростью вы встретитесь с этим человеком. Я ответил на вопрос или нет? Ладно, благодарю. И сегодня много говорили о мерности, вот сейчас у зрителей тоже вопрос. Что такое мерности? Можешь кратко рассказать? Да, 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 да. Расскажи, пожалуйста. Это интересная тема, это тоже всё очень условно, потому что там это никак не называют, это просто люди, которые вот примерно вот так вот разделили. Первая мерность – это то, что мы называем минералами, то есть это самое простейшее, но даже в первой мерности есть сознание, то есть у всего есть сознание, всё разделено на материальное и духовное, и поэтому даже у камня, у песчинки есть какое-то сознание, но не самоосознающее. Вторая мерность – это растения, это водоросли, там, где уже сознание немножко побольше есть. Третья мерность – это животные, и, к сожалению, некоторые люди, которые также резонируют на этих частотах, это все млекопитающие, это люди, которые… Ну, это часто бывают молодые души, которые воплощаются сюда там первый раз или вообще из других пространств времён, и поэтому у них нет самоосознающей машинки, которая есть у людей, которые из четвёртого измерения мерности. Вот, и четвёртая мерность – это как раз те люди, которые задумываются о том, кто они такие, которые уже пробудились, которые понимают, что всё зависит от меня, я управляю полностью собой, своей жизнью, своими обстоятельствами в жизни, и на мне вся ответственность. Это вот четвёртая мерность. Пятая мерность – это то, куда мы… Не все, это то, куда какая-то часть людей двигается, которые выбрали путь к свету и путь к расширению. Это уже некая такая плотность, которая… Это нечто среднее между телом физическим и эфирным. То есть некоторые люди, которые обладают энерговидением, они уже могут видеть пятую плотность. То есть это как некая такая дымка. Кстати, могут довольно почти все увидеть свою ауру или поле своё, когда посмотрят на руку, на свою таким расфокусированным взглядом. Это вот что-то похоже на пятую мерность. Шестая мерность – это уже то состояние, когда, в принципе, тело перестаёт каким-то образом быть обозначено. Седьмая мерность – это… То есть там всё выше и выше и выше и выше идёт. В принципе, про шестого, седьмого, восьмого, я думаю, не имеет смысла описать, потому что в словах это описать сложно. То, как это выглядит, то, как это представляется – это очень сложно. Есть у нас тринадцатая мерность – это просто непроявленный абсолют, то есть где нет ни времени, ни пространства, где одновременно всё есть. И двенадцатая мерность – это уже тот самоосознающий бог-творец, который создал всё сущее. Можно ещё так быстро сказать, что одиннадцатая мерность – это вот эти универсальные боги-творцы, которые создавали свои Вселенные. И десятая мерность – это те творцы, которые создавали уже в этих Вселенных какие-то свои определённые звёздные системы. Вот так, если быстро говорить. Хорошо. Откуда эта информация? Это информация из разных источников. Допустим, кому интересно почитать, есть такой классный автор – Сэл Рэйчел. Это очень глубинная информация, и мне она очень нравится, потому что человек обладает таким научным подходом. То есть это человек, который раньше был, я вот не очень помню, или физиком, или химиком. Ну, в общем, он был в теме науки, и внезапно через него начали проводить информацию высоковибрационных существа, и поэтому он смог всю эту тонкую информацию каким-то образом структурировать. И вот конкретно про мерность я узнал именно у этого автора. Благодарю, ответил. Есть ли у нас, у зрителей, вопросы какие-то? Ребята, ваш дизайн? Мне интересуют цифры. Мы оба генераторы. Я генератор 6.2, она генератор… 5.1. Вот всё-таки интересно, допускаете ли вы, что концепция близнецовых пламён является лишь иллюзией, цель которой — человеку вовлечь игру собственным умом, которая будет сжать его энергию. Ну, вот потому что у каждого человека есть сакральная рана, ну, или боль такая глубинная, боль разделённости, и так или иначе, когда человек на эту боль настраивается, и концепция, которая ему говорит, что вот у нас есть избавление, но оно где-то там, человек начинает в это залипать, верить, и просто всем хотеть рассказывать про это, летать в этом, отрываться от реальности бытия, от себя, от своей жизни и улетать в эзотерику. Наверное, я лучше отвечу, честно говоря. Не думаю, что так, потому что, ну, вот, когда мы встретились, я была вообще далека от этого всего, ну, то есть я не знала вообще, что такое близнецовые пламена, я бы даже и не поверила, наверное, что такое есть, ну, то есть я видела факты, я видела, какие у меня вообще глобальные трансформации начались, ну, просто я в один момент вот так вот свою жизнь взяла и перевернула, и только потом, нет, не знаю, через полгода мы начали интересоваться, я начала открывать для себя эту тему, и просто читала одну книгу про близнецовые пламена, и у меня шли мурашки, ну, то есть настолько резонировала эта информация, я поняла, что да, вот, действительно, ну, то есть по многим признакам сходится, ну, то есть я человек далекий, по сути, был раньше, да, от этого всего, и те трансформации, которые происходили, можно сказать, даже я искала объяснение, почему же так сильно, почему же раньше такого, ну, не было концентрата этого всего, и вот, в принципе, начало всё распаковываться со временем. Если конкретно на этот вопрос отвечать, то в самом вопросе уже есть некая доля иллюзии, она заключается в том, что есть такое ощущение, что человек, который это спрашивал, он думает, что отношение близнецовых пламён — это некоторое такое, некое путешествие на вафельной лодке по каким-то молочным рекам, и всё так классно, и всё, ну, просто идеально, на самом деле, ну, это не так. И это очень такая ответственная работа, потому что ты понимаешь, что если ты не будешь работать над собой в этих отношениях, то, ну, будет очень плохо. Ты просто не выдержишь, и так как ты уже познал вот это вот очень глубокое ощущение связанности по всем центрам, по мировосприятию, тебе очень хочется быть с этим человеком, но этот человек тебе постоянно показывает те вещи, на которые ты не обоставляешь внимания, какие-то твои внутренние проработки, и поэтому если ты от этого уходишь, ну, то тебе будет ещё хуже, чем, в принципе, ты встретил, чем до того, как ты встретил этого человека. Поэтому я бы даже не рекомендовал интересоваться этой темой тем людям, которые не готовы, в принципе, к постоянному росту и развитию, но это очень непросто. Я вас благодарю за информацию, преподнесённую нам. Спасибо. 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 Спасибо.